Вопрос Можно ли пить перекис водорода и пищевую соду при язве желудка? Если так просто ответить, можно, а почему бы и нет? Но, далее вопрос, что при этом будет после соды и перекиси водорода? Я думаю, что может быть ухудшение, о том, что наступит выздоровление или улучшение, навряд ли. Я думаю, что только будет ухудшение. Поэтому, если вот так на отвали ответить на этот вопрос, можно пить? Можно, если вы хотите ухудшить свое состояние. Далее, если этот вопрос задается с целью избавиться от язвы желудка, прием пищевой соды, либо перекиси водорода, либо того и другого вместе взятых. Я думаю, что тоже не поможет, а может привести только к ухудшению. А вот для того, чтобы избавиться от язвы желудка, здесь можно применить другие средства, которые, как по волшебному, знаете, так сказать, мановению, могут решить проблему. И опять-таки, я сошлюсь на свой собственный опыт. У меня была изжога. Она началась примерно где-то лет после 7-9. Такая неприятная штука здесь, в области груди. Какая-то боль, то ли печет, то ли еще. Ну, крайне неприятная, вот она там как-то там гложет. И если взять народную медицину, какой-нибудь там справочник, или вообще там натуропатию, то имеется очень много различных средств. Особенно если взять вот травник, то от нее там будут от изжоги масса всевозможных рецептов, масса просто-напросто. И ты будешь применять, применять, она появилась-то там опять. Возможно, даже ту же соду люди там пьют, чтобы, как говорится, погасить избыточную кислотность в желудке приемом соды. А потом она опять возникает. Ты опять какое-то лекарство принимаешь от изжоги, сейчас их там много рекламируется. Либо, значит, какой-то рецепт из народных медициных. И вот так ты будешь применять до конца жизни. То есть, конца и край не будет. И как некоторые говорят люди, я спасаюсь от, допустим, изжоги тем, что применяю то-то, то-то, то-то. Вот как она возникает. Я же разобрался, от чего возникает у меня изжога. Как правило, изжога возникает после продуктов, которые перестимулируют жизненный принцип желчи. То есть, у человека, допустим, с такой конституцией, как у меня, лысые такие вот, быстро загорают, ну и прочее. У них уже в организме ярко выражен жизненный принцип желчи. То есть, повышенные теплотворные способности организма. И если к ним добавить любое вещество, как правило, мы с вами добавляем, что это продукты, питательные продукты, прошедшие, допустим, через термическую обработку. А именно, какие особенно влияют. Это, как правило, желтые продукты, которые возбуждают вот это все. Это, как правило, кислые там продукты. То есть, я заметил, килька в томатном соусе, икра заморская, она же кабачковая, значит, поджарка особенно из помидор, все, что на поджарке из помидор, и даже прочие продукты, такие как мед. И это все после приема этих продуктов возникает изжога. И так что, значит, применять кучу вот этих вот рецептов из народной медицины, вот это вот с обилием там различных там трав, либо средств, либо там лекарств, которые там обволакивают, гасят, либо тоже соду, после которой там еще что-то там получается, какие-то обострения. Я просто-напросто эти продукты убрал из своего рациона. Убрал, и что касается изжоги, она исчезла. Теперь же я могу немножечко действительно съесть там и кильки, съесть и крызоморской, кабачковой, и немножко поджарки съесть. Ну, немножко. И не сегодня, и завтра, и послезавтра, а вот раз так примерно съел, в охотку будем говорить, немножко. И все нормально. То есть важно понимать, что образует, вызывает вот эту вот изжогу. Далее рассмотрим вопрос еще более серьезный. Это воспаление поджелудочной железы, так называемый панкреатит. Знаете, такая неприятная боль, она у меня была, поэтому я вам все говорю. Это то, что со мной было, я говорю, а не просто там по какому-то там писаному. Значит, такая вот неприятная, такая резкая боль, вот такая вот опоясывающая. Все было нормально. Вот как раз был такой ресторан быстрого питания, елки-палки, в свое время там это были, какие там, 90-е годы, наверное. И там было не блюдо, а стол, так он назывался, телега. То есть ты платишь деньги, и за эту телегу, на этой телеге расположены различные там продукты, и ты вот заплатив, допустим, 150 рублей, можешь там набирать, сколько хочешь. И там было такое блюдо, мне нравилось, это поджарка, свиная поджарка, на помидорах, рисочек, все это вместе, я только-така возьму, очень вкусненько. Съел еще порцию одну, ну как-ликак, 150 рублей, можно ж не одну взять, а 2-3 порции, так плотненько ешь, радуйся. Выходишь, буквально таки, выходишь из этого ресторана, это как раз было в Ростове-на-Дону, на Большую Садову, и начинаются боли, боли, знаете, одно дело там, маленькая какая-нибудь боль, там ее можно же игнорировать, она там пройдет, а это такая капитальная боль, которая заставляет тебя, знаете, задуматься, откуда ж она, что вот-вот она может тебя вообще скрючить. И так и бывает у людей, которые не знают, что, что, откуда. Так вот, оказывается, вот эта вот поджарка, свиная поджарка, на этих помидорах, вот она, знаете, хороший, качественный продукт, но не подходящий для вас по вашим конституционным особенностям. Он становится для вас, будем говорить, не то что ядом, а просто вот таким средством, которое вас разрушает. Для некоторых этим является алкоголь, он примерно так же там действует. Вот, и так повторилось несколько раз, прежде чем я понял, что изучил особенность индивидуальной конституции по аюрведе, я понял, что, к чему. И эту поджарочку просто-напросто исключил. Все, все исчезло. А если бы это не делать, то все было бы. Так вот, точно так же и с язвой желудка. Не поленитесь, это ваше здоровье. Возьмите дневничок и записывайте в него все, что там вы кушаете. Более того, записывайте даже свое эмоциональное состояние. У многих язва желудка образуется из-за того, что человек понервничал. Когда человек нервничает, он сосредотачивается на себе, на своих проблемах. То есть, какая-то проблема, человек ее начинает переживать. Вот, сосредоточен на себе. В организме что является центром? Центром как раз является двенадцатиперстная кишка и вот эта вот поджелудочная железа. И естественно, там сразу же идут все эти негативные процессы, которые в конце концов, если человек так вот не понимает, полторя и часто, приводят к язве желудка. Это эмоциональное. Плюс, естественно, питание. Если вы там мешанину разную там забрасываете, так, всякие, запиваете, как угодно. Для некоторых, вот как-то это проходит более-менее сносно, ничего там с желудком не делается. А вот для других вот такая вот вещь. И для того, чтобы ее выяснить и нелекарственно лечиться. Потому что важно понимать, что это болезнь, которая обостряется периодически. И не только обостряется там в зависимости от сезона года, но вообще вот обостряется. Чтобы выяснить причины, приводящие к обострению, введите дневничок. И вам станет ясна картина, после каких продуктов, после каких событий. События, смотрите, продукты надо переварить. Их надо переварить правильно. То есть, их надо правильно разжевать, принять в желудочек, чтобы он обработал. А вы, значит, это делаете неправильно. Вы либо там что-то запиваете. Вы либо что-то смываете с желудка. Вы либо спешите. Вы либо не так что-то там сочетаете. И это приводит к тому, что ваш желудок просто-напросто отказывается переваривать это. И возникает язва. В нем. То же самое касаясь вот тех или иных событий жизненных, которые для нас являются информацией. Мы, получая ее там, ага, надо там за кредит платить, ага, надо там еще что-то делать, ага, там надо там что-то там с сыном случилось, с дочкой случилось, еще там с чем-то случилось. Вы только эту информацию, которую вы не хотите, которая для вас, как бы сказать, является такой навязанной, нежеланной. Вы ее не хотите переваривать. Не хотите переваривать умственно. И это же свойство отражается и на вашем желудке. Чтобы вы всю информацию могли переварить. Так это разъясняю. Вот. И когда у вас вот такой будет дневничок, вы тогда будете понимать, что является причиной вашего нездоровья желудка. Язвы там, даже несварения. И вот эти причины начнете убирать. И естественно, они не будут давать следствий. И все пройдет само собой. Нормализуется, и вы будете дальше жить долго, счастливо и здорово. А если вы это не хотите делать, думаете, что кто-то что-то за вас, ошибаетесь. Сейчас жизнь такая пошла, что просто-напросто и ждут, когда вы заболеете, чтобы на вашей болезни, на вашем горе подзаработать. Ясно, понятно с этой вещью. Так сказать, это для разогрева. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Продолжение следует...